Карла Дель Пунте пообещала новое разоблачение косовским властям. Так бывший прокурор Гагского трибунала отреагировала на слухи о скором назначении президентом Косово бизнесмена бюджета Поколи. Накануне стало известно о том, что в день третьей годовщины провозглашенной независимости Косово, это уже завтра, премьер-министр непризнанного России государства объявит имя нового президента и самый вероятный кандидат именно бюджет Поколи. Сейчас в России это имя многие позабыли, но в конце 90-х албанский предприниматель стал фигурантом громкого скандала. Принадлежащему компания Мобитекс получила право на реставрацию Кремля. На Западе история получила название Кремль-Гейт. Прокуроры России и Швейцарии подозревали Поколи в том, что он давал российским чиновникам взятки, а взамен получил контракты на 450 миллионов долларов. Поколи считается самым богатым албанцем в мире. Сейчас он возглавляет альянс Новая Косова, ему принадлежат газеты, банки, клубы. Он и его компания Мобитекс заново отстроили Приштину, при этом у Поколи швейцарское гражданство. Главный враг Поколи в мире Карла Дель Понте. Три года назад она написала книгу под названием «Охота. Я и военные преступники». В ней говорится о том, что боевики армии освобождения Косова в 99-м году похитили 300 жителей сербских анклавов, а также женщин из Албании, России и других стран. А потом в нелегальных лабораториях на севере Албании изъяли у них органы для продажи на европейском черном рынке. Бюджет Поколи был одним из главных фигурантов дела о незаконной торговле органами. Ну а в России роль такого разоблачителя играл генеральный прокурор Юрий Скуратов. Именно он был главным инициатором дела о кремлевской коррупции. Сейчас Юрий Скуратов у нас в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, история ведь закончилась ничем-то, да, которую вы инициировали? Ну, история закончилась незаконным, на мой взгляд, я в этом до сих пор убежден, прекращением уголовного дела Мабитекс, которое прекратила генеральная прокуратура России под сильным давлением администрации президента, поскольку в деле фигурировали имена Ельцина, Татьяны Дьяченко и так далее. Что касается швейцарского расследования, оно было прекращено чуть позднее, но оно было прекращено обвинительным решением прокуратуры, которое не было оспорено Павлом Бородиным. И это прекращение было связано с, в общем-то, отсутствием поддержки со стороны прокуратуры России, которая не дала материалы для генпрокуратуры Швейцарии. Так интересно, прошло столько лет, и вот всплывает имя Поколи. Вы когда услышали о том, что он станет президентом Косово, как восприняли это? Я воспринял это с сочувствием применительно к народу, пока что еще не состоявшейся этого государства Косово. Почему? Потому что речь идет не только о Поколи, который будет президентом, но и о господине Хашеми Тачи, который тоже причастен и к исчезновению граждан, и кровопролитию. Поэтому остается только посочувствовать албанскому народу, проживающему на этой территории. У вас не получилось привлечь к ответственности господина Поколи? Как вы думаете, у Карла Дель Понте это получится? Я думаю, ей придется трудно. Хотя, конечно, она располагает материалом и в отношении кремлевской коррупции, незаконного получения подрядов и дачи взяток господина Поколи. И она располагает материалом по наиболее нашумевшему расследованию по изъятию органов. Хотя во втором варианте дополнительные материалы могут быть получены в ходе работы специальной комиссии, которая создана по решению Парламентской ассамблеи Совета Европы. И это расследование будет продолжено. По российскому делу прошел уже срок давности? Можно считать, что в случае с Россией это расследование все похоронено? По российскому делу срок давности еще до конца не прошел. Но я думаю, что поскольку речь идет все же о деле, имеющем такую мощную политическую составляющую, я не думаю, что нынешняя прокуратура или Следственный комитет как-то возобновит производство по этому делу. Все-таки, наверное, суды европейские интересуют больше историю торговли органами и других преступлений, по которым упоминаются имена Поколи и Хошима Тачи. А Карл Дель Понте известна все-таки своей бультерьерской хваткой. И раз уж она вцепилась в это дело, то, скорее всего, так или иначе доведет его до конца. Может быть, боится именно этого господин Поколи и хочет получить иммунитет? Безусловно. Я думаю, что он не спит спокойно, поскольку его деятельность связана не только с кремлевскими подрядами, но он и счетную палату реконструировал, поставлял мебель для Белого дома российского и масса-масса других подрядов работал по похожим схемам в Казахстане. Что касается перспектив второго дела по органам, то, я думаю, есть сложности. Они связаны с тем, что Карл Дель Понте уже не генеральный прокурор Международного трибунала, а навсего-навсего посол швейцарской конфедерации, федерации в Аргентине. Но поскольку сейчас к расследованию подключились парламентарии европейских стран, я думаю, что определенные шансы остаются. Юрий Ильич, а вы нашим зрителям расскажите. Вы сейчас занимаетесь преподавательской деятельностью. Почему вы сейчас занимаетесь? Как меняются времена? Я заведую кафедрой в Российском государственном социальном университете. Кроме того, я возглавляю фонд «Правые технологии XXI века». Работаю на правовое просвещение, на оказание правовой помощи гражданам. Дел хватает, пишу книжки, воспитываю внуков. Так что по-прежнему, скажем, интересуюсь событиями, переживаю по поводу того. А с Карлой Дель Понте вы не общаетесь? Не обсуждали с ней эту ситуацию? Она иногда поздравляет меня с днем рождения. Мы общаемся с ней, но не так часто, как хотелось бы. А вы следите за скандалами, которые в последние дни разгораются? Прокурорскими в том числе. Но вот прокуратура Подмосковья подозревает в том, что они крышевали игорный бизнес. Да, я, конечно, располагаю определенные информации, переживаю по поводу того, что творится в правоохранительных органах. Потому что пока мы не создадим нормальную систему правоохранительную, конечно же, никакую преступность мы не победим, и в том числе и коррупцию. Хотя последнее действие в этом направлении некий все же такой положительный настрой вызывают. Вы имеете в виду вот эти самые скандалы различные? Или переименование, например, милиции в полицию? Нет, я имею в виду в целом ситуацию, связанную с пристальным вниманием со стороны исполнительной власти, прежде всего президента, подготовкой неплохой антикоррупционной программы. Когда мы в свое время ее подготовили, в 96-м году, господин Чубайс эту программу, как глава администрации, похоронил еще в зачаточном состоянии. Слава Богу, что сейчас она создана. Мы видим, что, как и к судебной системе, мы сейчас напрямую обсуждаем вопросы эффективности работы судебной системы. И, в общем-то, это хоть медленные, но все же подвижки. В этом вопросе главное является политическая воля для того, чтобы по линии борьбы с коррупцией начинать реальную работу. А вам не видно, Юрий Ильич, что так сложилось исторически? Чубайс похоронил программу, которую придумали в борьбе с коррупцией, тем не менее он сейчас глава Роснана. С Поколевой боролись. Вот он президент, правда, Косово, но тем не менее Косово, да? А вы занимаетесь преподавательской деятельностью. Ну, вы знаете, во-первых, я не жалею, что поскольку во многом по своему складу я человек науки, и я занимаюсь любимым делом, у меня много учеников, я в какой-то степени живу в свое удовольствие. То, что не мог раньше себе позволить, поскольку был все время на работе 23 часа, так сказать, то сейчас я могу себе это позволить. А что касается обида-необида, наверное, я уже нахожусь в таком, ну что ли, достаточно зрелом возрасте, чтобы этими категориями не размышлять. Они сами разберутся со своими проблемами, нам в России со своими бы разобраться. А для этого нужно подключать усилия всех нормальных людей, чтобы это стало национальной в подлинном смысле программой, чтобы каждый на своем месте понимал, а что же я смогу сделать для этого общего дела. Потому что если мы коррупцию не победим, у нас нет никакого будущего. Спасибо. Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор и преподаватель, был у нас в студии. Профессор. Профессор.